МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годовщина Евромайдана. Пять лет назад люди вышли на площадь против правительства Януковича. Через три месяца мир увидел новую страну. Какие потери понесла Украина, чтобы отколоться от империи? И какие сложные решения еще впереди? Российского рэпера Хаски задержали полицейские в Краснодаре. А накануне полиция сорвала его концерт в Ростове-на-Дону. Почему власти отменяют выступления молодых российских артистов? Литовские власти не доверяют сервису Яндекс.Такси и призывают не пользоваться его приложением. Интернет-гигант уже сталкивался с подобными проблемами в Украине. Там его просто запретили. Шпиономания или обоснованные опасения. И кто еще собирает информацию о пользователях? Больше 20% украинцев живут без паспортов. В основном это люди, которые родились в так называемых Донецкой и Луганской республиках. Мы узнали, как выживают в Украине люди без гражданства. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Ровно 5 лет назад украинский журналист Мустафан Аем написал небольшой статус в Фейсбуке с предложением встретиться вечером под монументом независимости на Майдане в центре Киева. Поводом стала приостановка процесса подписания соглашения ассоциации с Евросоюзом. Решение, принятое премьер-министром Николаем Азаровым по согласованию с тогда еще президентом Виктором Януковичем. То, что закончилась революцией достоинства, начиналось как Евромайдан, а привело к тому, что самый большой фрагмент бывшей империи оторвался и взял курс на подлинную национальную независимость. Сегодня на Украину смотрится у вас свет. Вы изменили все. Вы не политики. Сейчас новость. Сегодня днем украинские ПВО сбили российский беспилотник Орлан-10. Вражеский аппарат осуществлял разведку по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретина. Говорится в заявлении операции объединенных сил на Донбассе. Просто, чтобы вы понимали, в ноябре 2013-го вот такая новость показалась бы плодом больной фантазии. Спустя пять лет после начала Евромайдана, отглядываясь назад, можно сказать, что Украина сделала, может быть, самые сильные шаги к собственной независимости за всю историю. Какие вызовы стоят перед страной сейчас, давайте попробуем разобраться. Начнем с того, как в самой Украине сегодня вспоминают события пятилетней давности, когда первые протестующие вышли на Майдан на прямой связи из Киева. Мой коллега Владимир Рунец. Володь, добрый вечер. А вот что говорят о тех событиях в Украине сегодня, и в том числе на Майдане, и окладывают ли прошедшие пять лет свой отпечаток на сегодняшнюю дату? Добрый вечер, Тимур. Начну с того, что вот сейчас я стою на историческом месте. Именно здесь стояла пять лет назад сцена, на которую Мустафа позвал людей прийти и послушать, что людям было сказать в тот момент. И действительно, оглядываясь назад на прошедшие пять лет, можно сказать, что отпечаток не просто отложился, а действительно, вот как ты сказал, страна стала совершенно другой. Это отражено и военной доктрине, которую недавно приняла Верховная Рада в связи с российской агрессией, и с событиями самого Евромайдана, и с тем, что Янукович убежал, и тем, что гражданские организации стали намного сильнее, и свободы прессы стало больше. И действительно, украинские власти очень часто и болезненно реагируют на то, что пишем мы, журналисты, и критикуем, они пытаются оправдываться. Не все пока у них получается. Тем не менее, вот если говорить с людьми здесь, на Майдане, многие скажут, что они недовольны, что революция прошла, и те изменения, о которых они хотели очень быстро, сегодня еще не видны. Но тем не менее, когда ты начинаешь с людьми разговаривать, то вспоминается и безвизг, когда украинцы могут спокойно ездить по всей Европе, и сила украинского паспорта, который был на 70-м каком-то месте, и сейчас находится на 13-м месте в рейтинге во всем мире. И вот перед тем, как выйти сегодня сюда в эфир, мы поговорили с двумя очень яркими участниками Евромайдана и революции достоинства, и я предлагаю посмотреть о том, как они видят эти пять лет в нашем материале. Спустя пять лет она приходит на Майдан в слезах, рассматривает фотографии на ржавых металлических стендах. Тут не было ничего красивого, тут было все попалено, тут не было брусчатки, эти бочки же снова и ржавые, но они были с вогнем и бля них грелись люди. И мы вот в таком грубом и холодном мы грелись один с одним. Это было иншее тепло. Настоящее имя этой женщины – Елена Беленька. Но вот уже пять лет все знают ее, как Марусю Зверобой. До событий 2013-го она была предпринимателем, владела небольшой типографией. Во время протестов координировала развозку раненых активистов, вела борьбу в информационном поле. Сразу после Майдана Маруся стала волонтером, помогала украинской армии противостоять российской агрессии сначала в Крыму, затем на Донбассе. Она основала волонтерский центр по военной подготовке для добровольцев Маруси на Медведе. К работе привлекает профессиональных военных инструкторов. Маруся говорит, после того, что Украина понесла такие потери за эти годы, сдаваться нельзя. Мустафана Йем из депутатов нового созыва парламента. Фотографируется с детьми из детской организации «Пласт». Ровно пять лет назад Мустафа был одним из многих сторонников европейского вектора развития Украины, которые призвали украинцев выйти с протестом. Но именно его пост на Фейсбуке многие называют началом революции достоинства. Тогда им поделились более 7 тысяч пользователей сети. «Вот мы были революционеры. Мы люди, которые вышли на Майдан. Мы люди, которые требовали изменений. Мы люди, которые выходили с конкретными ценностями. И у нас были конкретные требования. Многое, что удалось поменять и сдвинуть с мертвой точки, теперь вопрос – эти революционеры смогут стать эволюционерами». Среди тех, кто откликнулся тогда на призыв Мустафы прийти на Майдан, генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, другие высокопоставленные лица уже из новой власти. Теперь уже Мустафа с ними политические противники. Главные изменения, которые принес Майдан, говорит политик, это новые стандарты того, как должно жить украинское общество. «Это политики, которые пять лет назад поддерживали журналистов, общественность, потому что это была единственная опора их в обществе. Сейчас постят картинки про медиа и рассказывают про то, что гражданское общество – это агенты то ли Кремля, то ли Госдепа. Но мне кажется, это такое предательство себя. И на самом деле именно они и есть те люди, которые позволили регионалам вернуться во власть». Владимир Унец, Иван Любешкирдей, Владимир Паутов. Настоящее время. Украина. Протест на Майдане начался ровно пять лет назад, 21 ноября 2013 года, и продолжался несколько месяцев до конца февраля следующего года, чередуя острые фазы с относительным затишьем. О главных этапах украинского протеста напомним прямо сейчас. 21 ноября 2013 года правительство Николая Азарова решило приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Около 22.00 на Майдане незалежности в Киеве начали собираться люди. 29 ноября президент Украины Виктор Янукович на саммите ЕС отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В центре Киева вновь стали собираться люди. В это время в украинскую столицу со всех регионов начали подтягивать бойцов спецподразделения «Беркут». В ночь на 30 ноября 2013-го силовики жестоко разогнали активистов, в основном студентов, на Майдане. Власть мотивировала разгон желанием расчистить место для новогодней елки. 1 декабря протестующие вновь заняли Майдан, и с этого времени протесты не прекращались. Активисты требовали отставки правительства и внеочередных выборов. В этот день возле здания администрации президента Украины произошли столкновения с силовиками. Протестующие заняли помещение Киевской городской администрации и обустроили там штаб. 19 января колонна протестующих двинулась на улицу Грушевского. Здесь произошли массовые столкновения. Протестующие сожгли автобусы силовиков. В ночь на 22 января на Майдане от огнестрельных ранений погибли два человека – Сергей Нигаян и Михаил Жизневский. 18 февраля колонна протестующих двинулась с Майдана в сторону Верховной Рады. Начались столкновения с силовиками. Появились сообщения о погибших. Около восьми вечера силовики объявили о начале антитеррористической операции и приступили к штурму баррикад на Майдане с использованием бронетехники. В ночь с 18 на 19 февраля во время штурма Дома профсоюзов в нем начался пожар. На Майдане продолжалось противостояние. 20 февраля стало самым кровавым днем в истории Евромайдана. Появилось видео того, как на Институтской улице снайперы расстреливают активистов. Почти всю ночь на 21 февраля длились переговоры, в которых участвовали в то время президент Украины Виктор Янукович, представители Евросоюза и России. Днем было подписано соглашение о проведении внеочередных президентских выборов в декабре 2014 года. 22 февраля Виктор Янукович и часть чиновников бежали из Украины. Сегодня начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк дал пресс-конференцию и рассказал, что по всей стране расследуется более 4,5 тысяч преступлений против участников Евромайдана. Отчет о расследовании был приурочен годовщине. Опять приурочен годовщине, происходит не первый раз. Всего в Генпрокуратуре и полиции расследуют 4700 преступлений, если быть точными. Во многих производствах, уверяют следователи, заказчики, организаторы и исполнители уже установлены. На причастность к преступлениям проверяют 15 тысяч лиц, но только 13 человек сейчас под стражей. 13. В Генпрокуратуре, говорят, украинские суды часто избирают лояльную меру пресечения для подозреваемых. Из-за этого некоторые из них даже смогли бежать из страны. На данный момент по делам Евромайдана вынесено всего 9 приговоров. В Генпрокуратуре, говорят, что мы сделали все, что могли для того, чтобы бенни были установлены и принесли по караньях. Никто не может объективно вам назвать строки, необходимые для качественного завершения всего расследования. Его можно назвать по конкретных направлениям, по конкретных криминальных проведениях, которые направлены к суду, которые слушаются, где вы можете спостерегать за процессом и видеть, как быстро он идет к результату. Бывший журналист, сейчас депутат Верховной Рады Украины Егор Соболев во время Майдана придумал общественный иллюстрационный комитет. Потом вместе со своими сторонниками добился принятия закона об очищении власти. Ну, такие вот законы иллюстрации. Под него попали более тысячи человек, среди них более 40 судей. При этом сами авторы закона считают, что не добились своих целей. Очищение власти прошло не полностью. И вот на днях Егор Соболев заявил, что топ-коррупция в Украине – это последняя пуповина, которая связывает Украину и Россию. Сейчас Егор Соболев находится на Майдане, он рядом с нашим корреспондентом. А, он со мной рядом, Владимиром. Егор, здравствуйте, рад вас видеть. Прежде чем начнем говорить, хочу спросить, вот эти пять лет, которые прошли после Майдана, когда в 26 февраля 2014 года вы объявляли о создании иллюстрационного комитета, то казалось, что все люди, которые потом вошли во власть – ваши соратники. Спустя пять лет можно сказать, что кто-то из них стал вашими врагами. Как вас эти годы изменили? Расскажите, пожалуйста. Я понял, как и многие люди, что выгнать тирана, выгнать человека, который топчется по твоим правам – это тяжело, но возможно. Вот что нам не удается так же результативно – это делегировать власть порядочным людям, наделить ее тех, кто будет сам закон применять в первую очередь к себе. И здесь у нас большие проблемы. Это проблема закона или закон проблемы людей? Люди редко сами, знаете, применяют закон в отношении себя. Часто это институциальные проблемы. Да, нам нужен президент, нам нужны парламентарии, нам нужны министры, которые начнут с себя. Потому что невозможно добиться выполнения закона обществом, если ты сам его не выполняешь, находясь на важной государственной должности. С одной стороны, мы сделали огромный прыжок вперед. Например, по направлению, которым я занимаюсь в парламенте, антикоррупционное законодательство, мы сделали все, что необходимо. Создали самую большую прозрачность в собственности. Сейчас один миллион деклараций политиков, чиновников, судей, правоохранителей в интернете, в открытом доступе. Это самая большая прозрачность в мире. Мы создали антикоррупционное бюро, антикоррупционную прокуратуру, куда запретили брать бывших, тех, кто раньше отвечал за борьбу с коррупцией. Сделали закон об антикоррупционном суде, который сейчас подбирается с помощью наших европейских и американских коллег. Но это все недостаточно, потому что мы не нашли, мы не выявили, мы не успели дать власть по-настоящему гидному, достойному президенту. И таких людей очень не хватает. Понятно. Тогда вопрос. Вот вы недавно сказали, что с Россией пуповина – это коррупция. Можно сказать, что Украина отвязалась от России? И коррупция, как вы утверждаете, это последнее, что связывает Украину и Россию? Мне кажется, мы совсем другие. Мы скорее похожи на чехов или на американцев в понимании, что президент – это не царь, а наемный менеджер, который должен действовать в наших интересах. Это результат Майдана, вот эти изменения? Конечно, потому что когда ты выгоняешь президента с помощью других граждан, ты понимаешь, что ты власть, что общество. Стоп, секунду. Теперь важный вопрос. После Майдана принципиально поменялось даже отношение к украинскому языку. Вы можете описать эти изменения, которые произошли за пять лет? Я сам и моя семья давно говорят по-украински. Везде и на работе, и дома мы думаем по-украински. Но мне кажется, очень много людей не просто начали говорить, они начали чувствовать себя украинцами, они начали понимать, насколько важно разбираться в собственной истории, насколько важно иметь свою культуру, насколько понимание прошлого дает тебе понимание настоящего и шанс на будущее. Здесь огромные перемены к лучшему. Егор, спасибо большое. Конечно, все очень по верхам, что мы сейчас успели обсудить за это небольшое время, но надо было, конечно, подвести определенный итог этим пяти годам. Их мы будем подводить дальше в этой программе. Спасибо вам за ваше мнение. На мадане незалежности пять лет назад украинцев привела не какая-то одна причина или проблема, а целая совокупность факторов. Сейчас, в ноябре 2018-го, в Украине по-прежнему много проблем. В стране идет военный конфликт, уровень коррупции лишь немногим ниже, чем в 2013 году, по оценкам независимых источников, а уровень благосостояния людей за пять лет почти не вырос. Но какая из проблем в Украине сейчас главная и что нужно, чтобы ее решить, об этом мы спрашивали жителей украинской столицы. Как решить, не знаю. Проблем не чувствую. Все он знает. Больной вопрос – заканчить войну. Самое главное на сегодняшний день, я так понимаю. А то все остальное – мелочи. Конечно, коррупция. Все, и зарплаты, коммуналка, все в ужасном состоянии. Так что… Как это можно решить? Как можно решить? Надо переворот какой-то делать. Украина – это сплошная проблема. Тяжело найти работу, чтобы она была достаточно оплачиваемой для проживания. Проблема одна. Он Верховная Рада, Порошенко и его команда. Все. Как это решить? Как? Я же не президент, не команда. Народу надо решать. Убирать-то и все. Он зайдет и посадит на цены какие-то зарплаты. Вот и все проблемы у нас. Проблемы с властью, наверное, это единственная наша большая проблема. Но во всем этом виноваты тупые люди. Больше нечего сказать. А как вы считаете? А если я скажу, Порошенко меня засудит? Работники Британского аналитического центра в области международных отношений утверждают, что суверенитету Украины, Белоруссии и Молдовы угрожают негативное влияние России. Аналитики считают, что сплоченность этих стран влияет на европейскую безопасность. Надо сказать, что в России кремлевские аналитики тоже регулярно говорят о негативном влиянии только Запада на Украину и тоже ссылаются на европейскую безопасность. Но в любом случае очевидно, что от России и Украины за прошедшие пять лет довольно сильно отдалилась. О фактах, которые позволяют сделать такой вывод, Анна Бока. 2013 год – это год рождения гражданского общества в Украине. Абсолютно уникальное и новое для страны явление, которое родилось именно на Майдане во время революции достоинства. Люди разных национальностей, разных конфессий и разного возраста совместными усилиями смогли добиться отставки президента Януковича и его правительства. Именно активисты первыми уехали на фронт и воевать, и снабжать солдат. Эти же заставили чиновников отчитываться перед народом комиссии отбора силовиков, контролировать люстрацию судей и вместе идти в парламент. Весь этот процесс обобщил в одном из интервью экс-министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд. Появилось новое явление. Украинское общество почувствовало собственную идентичность, свои цели и амбиции. Оно будет готово заплатить высокую цену за свой свободный выбор и путь современного развития. Однако эти изменения требуют времени. Демонтаж памятников Ленину по всей стране и символическое прощание с коммунистическим прошлым Украина начала в 2013-м, в первые же дни революции достоинства, а закончила законом об осуждении коммунистического тоталитарного режима и запретом символики на уровне закона в 2015-м. Право ездить в более чем 30 стран Европы украинцы получили в 2017-м году. Учеба, культурные поездки, обмен опытом, лечение в европейских странах. Украинцы уже активно пользуются преимуществом свободного мира. Например, для трудовых мигрантов с Украины зарабатывать в рублях в России стало менее выгодно, чем в евро. Динамика денежных переводов, например, из Польши резко возросла, а из России снизилась. Украинский язык теперь обязателен в госорганах, в образовании, культуре и на телевидении. Языковые квоты для радиостанции, которые вначале критиковали даже украинцы, за полтора года помогли появиться на сцене десяткам новых исполнителей. Украинская песня впервые выбилась в топы международного чарла. Равнение на НАТО, подготовка, оснащение, служба по контракту, даже женщины в армии на равных правах, а также новое, не с советского прошлого, армейское приветствие. Томас обещают к концу 2018 года, а у независимой украинской церкви мечтали целое поколение украинцев, и это духовная независимость Украины, сказал президент Украины Петр Порошенко. Исследования Киевского международного института социологии в 2018 году показали, что 46% украинцев поддерживают идею вступления страны в ЕС, а за присоединение к таможенному союзу выступило меньше 9% респондентов. Развод Киева с Москвой начался именно с 2013 года. В Украине даже говорят, Путин сделал максимум для того, чтобы Украина навсегда оторвалась от России. Так социологическая группа «Ритинг» посчитала после российской аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. 60% украинцев относятся к РФ негативно, тогда как до войны многие рассматривали Россию как страну возможностей. Аналитик Atlantic Council Питер Диккенсен в интервью The Times сказал. Конфликт вышел из-под контроля Кремля, превращая нелепые, но все-таки интимные отношения в геополитический развод века, который быстро приближается к точке невозврата. На прямой связи из Киева Назарий Кравченко, комендант институции Речевой Докосы, Давид Стулик, пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине. Давид, вопрос вам. Согласны ли вы с утверждением, что Украина оторвалась от империи и стала частью европейской семьи в полном смысле этого слова или нет? Я бы сказал да, потому что мы видим с 2014 года, как усиливаются взаимные отношения между Украиной и Европейским Союзом. Это не только официальные отношения, но это тоже то, что у вас там было сказано о путешествии украинских граждан в страны ЕС. Это тоже, например, увеличивается количество бизнес-контактов между Украиной. А можно сказать, что Евросоюз сейчас это благо для Украины во всех смыслах этого слова? Ну, знаете, нет ничего черно-белого, но, конечно, Европейский Союз предлагает Украине все самое лучшее, то, что сработало в странах Центральной и Восточной Европы, имея в виду, например, законодавство. И вот проведение этих реформ, через которые, например, проходили страны, бывшие, например, Советского Союза Прибалтика и Центральной Европы. Поэтому мы делаемся этим опытом, и этот опыт дал результаты в этих странах, которые наглядные, практически ощупаемые. И поэтому в этом плане, да, в какой-то степени можно назвать это благо для Украины. Мы сейчас вернемся к этому разговору. Назарий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, достаточно ли Украина, на ваш взгляд, оторвалась от империи или недостаточно? Ну, я считаю, что этот процесс идет постоянно. Как бы это не может быть. Вот и мы оторвались. Процесс идет. Тенденции позитивные. Мы все больше и больше перегрызаем вот эту пуповину. Что значит язык в этом вопросе? Вы можете его в двух словах описать? Повторите, пожалуйста, не услышал. Насколько язык, украинский язык, принципиально играет роль в этом вопросе? Ну, смотрите, а тут в зависимости, как подходить к этому вопросу. Конечно, язык принципиально играет большую роль. И та тенденция, то, что мои друзья переходят исключительно на украинский язык, то, что мы между собой учаемся на украинский, то, что мы поддерживаем там субкультурных исполнителей, которые, например, делают культурные продукты на украинском языке. И фильмы, музыка, хип-хоп и так далее, и так далее. Есть позитивные тенденции, и это хорошо, и это правильно. Но никто не запрещает людям общаться на том языке, которому удобно. Главное не спекулировать на этом понятии и не делать с этого какую-то... Вы как будто стесняетесь этого. Мне просто показалось в какой-то момент, что для людей, которые говорили на русском языке, стало прилично, что ли, и принято обязательно учить украинский. Это часть национальной идентичности сейчас. А вы как будто этого стесняетесь, Назарий. Вы спрашиваете у меня или... У вас, у вас, у вас, у вас, когда вы объясняете, что значит язык? Потому что это выглядит как травма. Вас все время укоряли за это, много лет. Я прошу прощения, но мне кажется, вот вы... Я не понял, с чего вы взяли то, что я стесняюсь чего-то и пытаюсь как-то оправдаться. Нет, не пытайтесь, поправьте меня, я могу ошибаться. То есть это... Нормальная тенденция, я вам скажу так. Как бы у нас есть ряд проблем с украинским языком. Я родился в городе Прилуки, где люди разговаривали на суржике. И со временем мне пришлось учить русский. И потом украинский. Ну, как бы нормально выучить, чтобы нормально общаться. И у нас есть позитивные тенденции. Это, в первую очередь, на моем мнении, увеличение культурного продукта на украинском языке. Это как бы нормально. Он не всегда качественный, но тенденция есть. И это хорошо. Стоп, секунду. Вот тут очень важный момент. Простите, что я вас прервал. Я хочу вернуться к Давиду. Скажите, вот Украина в Евросоюзе сейчас воспринимается как часть новой культуры, которая может обогадить Евросоюз. Или воспринимается как страна, которая требует денег, страна, которая требует реформ, ну и так далее. Украина воспринимается как возможность для самого Европейского Союза. Это большая страна, самая большая европейская страна. Огромный рынок сбыта. Невероятные ресурсы. Поэтому Украина привлекательна как для инвесторов, так и, например, для самых туристов. В то же самое время Европа начинает как бы открывать Украину. Увеличивается поток, например, продукций, экспорт из Украины в страны ЕС. И можно купить уже сейчас в европейских супермаркетах украинские товары, продукты, про которые раньше никто не знал. Поэтому вот в этом плане, я бы сказал, скорее всего, это открываем. Открываем. Теперь вопрос у меня к Назарию. Это очень важно. Спасибо, что вы сказали, что открываем. Назари, а у вас бывает такое, что вы переживаете, что Евросоюз слишком уж открывает Украину и приносит сюда ценности, которые вам, может быть, неприятны? Давайте поподробнее. Что в вашем понимании ценности, которые могут быть мне неприятными? У вас есть примеры, когда Евросоюз как бы был тем зерном, которые внесли к нам какие-то непонятные ценности? Я по другому задам вопрос. Или есть негативные примеры, когда Евросоюз внес что-то негативное? Примеры бывают, я не имею в виду лично вас. В Украине по-разному относятся к парадам и толерантности, к каким-то другим вещам. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Прошу прощения, давайте как бы, вы просто сказали это с уверенностью, то что вот, если у вас конкретные факты, то что, например, Украину что-то смущает, давайте их обсуждать. Если как бы мы хотим поговорить о моем мнении, например, к каким-то тенденциям, то просто вот давайте как бы разберемся с понятием. Ну вот, изначально, чтобы я правильно ответил на ваш вопрос, и мы все друг друга поняли. Хорошо. Очевидно совершенно, что, если мы говорим сейчас о гей-парадах, вдруг так заговорили, да, что наличие полиции, которой приходится охранять участников, кстати, она отлично справляется в последние годы, говорит о том, что в обществе не все принимают эти ценности. То же самое происходит, кстати, в некоторых странах Восточной Европы. И имеет право на высказывание своей мнения, это правильно, это нормально. То, что идет демократический диалог, то, что люди несогласные и согласные по какому-то либо вопросу, выходят на мирный протест и выражают свое мнение, свои эмоции, потом обсуждают и как-то ненасильственным методом доносят свою позицию, это нормально и это хорошо. Отлично. Последний вопрос. Вот смотрите, Украина отрывается от империи. Она должна, на ваш взгляд, присоединиться к другому крупному образованию, такому как Евросоюз, или оставаться, что называется, между? Ну, смотрите, я как националист считаю, что Украина должна быть максимально независимая от влияния других государств. Но ситуативные союзы как бы приветствуются, и тут зависит от ситуации по какому-либо вопросу. Спасибо. Теперь, Давид, хочется за этот же вопрос задать вам. Как вам кажется, как будет Украина, отрываясь от империи, присоединиться к крупному образованию Евросоюза, ментально и политически, или останется где-то между, как нейтральное государство? Во-первых, мы не считаем сами себя империей. Это Европейский союз. Я сказал крупному образованию, я не назвал вас империей. Отрывается от России. Да, если скажем даже крупное образование, оно образование 28 суверенных стран, которые добровольно решили передать часть своего суверенитета. Вот этот межправительственный уровень. Сейчас видим пример Великобритании, решили, что типа выходим, никто им это не запрещает. Идет как бы цивилизированный диалог. Великобритания, скорее всего, выйдет из ЕС. И то же самое предлагаем Украине. Если украинцы сами захотят передать, например, часть своего суверенитета нам этот межгосударственный уровень, пожалуйста, никто Украине не выкручивает руки, никто не присылает зеленых европейских человечков в Украину. Это украинцы сами решают через выборы, через демократические процессы. И все зависит в основном от них. Мы откровенны, открыты на сотрудничество, потому что, как опять, как пример раньше показывал, с другими странами, оно взаимовыгодное. Взаимовыгодная торговля, от которой выигрывают все участники. Вот этот модел европейской интеграции мы предлагаем Украине и не рассматриваем это как бы перетягивание Украину между разными блоками. Спасибо большое. Очень важно ваше мнение, Давид Стулик, Назарий Кравченко. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо большое. Третья группа, так называемая зона потребительского риска, включает в себя уже более 35% россиян. Представители этой группы могут позволить себе приобретать еду и одежду, но дорогостоящие покупки вызывают у них затруднения. При этом перспективы повышения материального статуса отсутствуют. В зону бедности вошли 22% респондентов. Эти люди признавались, что вынуждены экономить на продуктах питания. Для сравнения, согласно официальным данным, по итогам 2017 года число россиян, живущих за чертой бедности, составило 19 миллионов человек, или 13% населения. В 2013 году этот показатель был менее 11%, или 15,5 миллионов человек. Ну и на фоне новости о беднеющем населении сегодня пришла еще одна о новом нелетальном оружии для Росгвардии. Ведомство заключило контракт на покупку двух служебных автомобилей со спецоборудованием, которые способны воздействовать на окружающих людей шумом и лазером в другом случае. В Росгвардии заявляют, что такие машины будут применяться только во время контртеррористических операций, боевых «Газель», как Дарья Ализаде. Это «Газель» – малотоннажный автомобиль. Его собрали на Горьковском автомобильном заводе и используют для перевозки пассажиров. Это «Газель Росгвардии». Ее тоже собрали в Нижнем, но за 65 с лишним миллионов рублей, почти миллион долларов, усовершенствовали в Москве. Покрасили в неприметно мышиный серый цвет и оснастили системой комплексного нелетального воздействия. Согласно официальной формулировке, эта система предназначена для создания стойкой реакции сбегания, препятствующей нахождению в области воздействия. Если коротко, она нужна для разгона толпы. И вот как именно это сможет сделать «Газелька Росгвардии». Для начала она сможет оглушить. Лазерный излучатель оказывает акустическое давление на расстоянии 10 метров. Если по-человечески, он страшно шумит. Если обратиться к шкале шумов, мы узнаем, что 100 бензопилов – это виск работающей бензопилы. 110 – шум взлетающего вертолета. 120 – отбойного молотка. 130 дБ – звук взлетающего самолета и болевой паром для человека. 135 дБ – при таком шуме человек получает контузию. И именно такое акустическое давление оказывает лазерная установка на «Газели» от Росгвардии. Для тех, кто пришел в наушниках, система комплексного нелетального воздействия подготовила другой сюрприз – мощный световой поток, который бьет на 10 метров и ослепляет. Как говорят, на некоторое время. Пока таких «Газелек» Росгвардия заказала всего две – на пробу. А вот что уже опробовано. Электрошоковые щиты. Судя по описанию, совмещают две функции. Защищают бойца от камней и палок, а при соприкосновении с противником бьют его током. Щиты «Шопот» – вместо тока используют акустические сигналы высокой частоты и интенсивности. Защищать граждан от внутренних угроз Росгвардии также помогают. Дубинки, электрошокеры «Зевс», способные бить электричеством на 5 метров. Специальные инженерные машины для разгона демонстраций «Торнадо». Бронированные водометные спецавтомобили «Лавина ураган» и «Шторм». Гранатометная система залпового огня нелетального действия «Лафет», предназначенная для оказания психофизического воздействия на правонарушителей при пресечении массовых беспорядков. Летом концерт «Николашников» представил комплекс «Стена». За 3,5 минуты «КамАЗ» превращается в 7-метровое заграждение с небольшими амбразурами, через которое бойцы Росгвардии могут вести огонь по агрессивной толпе. В Краснодаре сегодня без лазерных излучателей и электрошокеров, но все же задержали рэпера «Хаски». После отмены своего концерта властями музыкант решил выступить перед поклонниками прямо на улице, но не получилось. «Хаски» задержали. Он пытался выступить перед людьми, которых не пустили на концерт, прямо на крыше автомобиля. Полицейские его оттуда забрали. Вместе с адвокатом он находится в отделении полиции Краснодарского края. Накануне, кстати, в Ростове-на-Дону полицейские пытались сорвать его концерт. Выступления физически приравняли к митингу, а в песнях нашли призывы к экстремизму. В зале отключили звук и включили свет. Охрана перестала пускать зрителей. В результате «Хаски» читал свои тексты и без музыки, и без микрофона. По данным правозащитников, представители прокуратуры и центра по борьбе с экстремизмом угрожали площадкам в Белгороде. Ой, извините, в Волгограде. Несколько дней назад на Ютьюбе заблокировали клип «Хаски» на песню «Иуда» официально по требованию государственных органов. Конкретные причины не называются. До этого концерт «Хаски» отменили и в Тольятти. Прокуратура нашла в его песне «Призыв к каннибализму», а сам музыкант обвинил в отмене своих концертов следственный комитет и, соответственно, прокуратуру. Надо сказать, что рэпер «Хаски» не единственный, чей концерт в России последние месяцы попал под запрет. Как правило, причиной срыва выступления артистов официально называют аморальное содержание песен. На кого еще на российской музыкальной сцене пытаются наложить запрет, разбиралась Ольга Яковлева. Родительская общественность Нижнего Новгорода опубликовала в конце сентября обращение в интернете с требованием отменить концерты целого ряда музыкантов. По мнению активных родителей, такие исполнители, как «Элджей», «Монеточка», «Ганфлад», группы «Хлеб», «Литл Бик» и «Пошлая Молли» наносят вред физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей и подростков. Со схожей инициативой выступили представители родительского комитета из Тюмени. В списке фигурировали группа «Порнофильмы», «Фейс», «Хаски», «ЛСП» и многие другие. Группу «Френдзона» обвинили в пропаганде наркотиков и секса и отменили их концерт в Красноярске 12 ноября. В администрации города заявили, что организаторы выступления неверно установили возрастную планку для посетителей. На следующий день был отменен и концерт в Кемерово. Российский рэпер «Фейс» отменил целый гастрольный тур по стране, запланированный на 2018 год. Ненормативная лексика в его треках не раз становилась предметом жалоб общественников. Они борются за то, чтобы исполнитель прекратил концертную деятельность. Но есть мнение, что причиной протестов стал новый политизированный альбом рэпера «Пути неисповедимы». Запреты на выступление коснулись и певицы-монеточки. Родительская общественность Нижнего Новгорода обратилась сразу в несколько инстанций с требованием не предоставлять площадку для деструктивных музыкальных групп. Тексты-монеточки, по мнению родителей, носят ненадлежащий характер для молодого ума ее слушателей. Рэпер Эл Джей попал в этот же список. В текстах исполнителя содержится мат. Правда, концерты Сергея Шнурова по такому же поводу не отменяют. А в текстах Оксимирона активисты углядели призывы к конкретным действиям. Екатеринбургская активистка Евгения Чудновец обвинила рэпера в том, что его музыка спровоцировала на бойню стрелка в Керчи. Роскомнадзор заблокировал клип Оксимирона на песню «Последний звонок». Сам клип был сделан поклонниками рэпера из кадров фильма «Класс» о массовой стрельбе в американской школе Колумбайн. С проблемами столкнулась даже Ольга Бузова. Саратовские общественники заявили, что певица не будет выступать в театре оперы и балета, чтобы не унижать истинную культуру. Местные власти пошли навстречу общественности и отменили концерт. Чаще всего исполнители упрекают в неподобающем поведении, использовании ненормативной лексики, эксплуатации интереса к сексу и наркотикам. Но нередко в их творчестве устраивают и влияние так называемой мировой закулисы. Например, Андрей Генерозов, член Тюменского родительского комитета, убежден, что за российскими музыкантами стоят влиятельные политтехнологи и даже спецслужбы других стран. Когда неконтролируемая истерия выливается в эти местечковые запреты, это ведь не команда сверху, это все инициатива местных активистов, которым развязали руки благодаря массированной рекламе подобного рода настроений и отношения подобного рода экстремистского отношения к чему-то непонятному на центральном телевидении российском. Там передачи соответствующего характера, соответствующим посылам идут уже не первый год, что есть враги, что мы окружены врагами, что враги есть внутри, что здесь пятая колонна, что вот эта вся история. Это, собственно, прямой посыл для тех, кто сидит на местах и не обладает большими интеллектуальными способностями, но имеет при этом какую-то власть и влияние, чтобы попытаться что-то запретить, как им представляется, по их узколобому ценностному миру. Вот, собственно, что происходит. А дело просто в каком-то вот реально... Где-то вот попало кому-то там под хвост в Краснодаре где-нибудь, да, там или в Ростове-на-Дону, начальничку какому-нибудь, вожжа. И все. На Шнурова он побоится. Шнуров — это птица высокого полета. Так. Я вот про Хаски со своим безумно неторопливым интернетом знаю только то, что он все равно спел. То есть он при выключенном, я так понимаю, там свете и там звуке, он просто прочитал людям свои стихи, свои тексты песенные как стихи. То есть вечер состоялся. Вот как бороться. Только так бороться. Тебе вырубают свет, ты фигачишь без света. Вот. Ну, а как еще бороться? С этим... Это все рухнет, как только рухнет вертикаль. А литовское правительство подозревает, что сервис Яндекс.Такси может следить за пассажирами и предостерегает граждан страны, призывает их даже, жителей, не пользоваться приложением. Российские сервисы, которые хотят работать в странах ближнего зарубежья, в последнее время вообще-то сталкиваются с недоверием. Например, в прошлом году Украина запретила на своей территории социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также Mail.ru и тот же самый Яндекс, в том числе и за сбору информации об украинцах, так заявили власти. Теперь об этом заявляют вот в Балтийской республике. А что об этом говорят власти, знает Ольга Бешлей. Сервис Яндекс.Такси запустился в Вильнюсе, литовской столице, летом этого года. Местная пресса писала, страну пришел подконтрольный Кремлю гигант. Проблемы начались сразу. Власти призвали литовцев не пользоваться приложением Яндекса. Причина – беспокойство о кибербезопасности граждан. Сервис получает довольно много личных данных пользователей. Министерство обороны Литвы хотело убедиться, что эти данные собираются законно и не могут быть использованы в каких-то иных целях. Провели проверку и забеспокоились еще больше. Наш национальный центр кибербезопасности провел первую проверку того, куда конкретно отправляются данные. И что мы обнаружили? Данные были отправлены в Россию. Имеется в виду, что данные пользователей передаются на серверы компании, которые находятся в России. Еще одно опасение – теоретически приложение может активировать камеру и микрофон, даже когда телефон выключен, и записывать разговоры. В Яндексе говорят, что готовы ответить на все вопросы. Если у кого-то есть какие-то подозрения, особенно у правительственных чиновников стран Балтии, мы открыты. Мы готовы провести все необходимые проверки. Пусть они приходят, мы готовы к обсуждению. Также в Яндексе отмечают, что компания, хоть и российская по происхождению, но зарегистрирована в Нидерландах, поэтому ее политика конфиденциальности соответствует законам Евросоюза. А вот что думают люди в Литве. Какая мы, например, у меня секретная информация? О чем вы говорите? У большинства тоже. Ну какая у нас секретная информация? Вот русская, потому и цепляется. Да, русофобия. Больше по-другому нечего сказать. Я не собираюсь его использовать, потому что я думаю, что оно принадлежит России. Ну я думаю, существует своего рода стигма между Литвой и Россией. При этом никакого официального запрета на работу Яндекс.Такси в Литве сейчас нет. Сервис свободно действует в Вильнюсе. Единственная санкция направлена не против самой компании. На всякий случай пользоваться сервисом запретили чиновникам правительства Литвы. Но вопрос, как российские сервисы используют данные пользователей, волнует и россиян. Весной этого года программист Владимир Серов обнаружил, что сеть Wi-Fi в московском метро плохо защищена. Серов смог получить доступ к данным пассажиров, которые использовали сеть подземки, их номера телефонов и цифровой портрет, пол, возраст, семейное положение, интересы. Затем свое расследование провело издание «Медуза». Выяснилось, что оператор московской подземки собирает очень много данных о своих пользователях. По сути, знает о них все. Компания «Максима Телеком», которая предоставляет услуги сети в метро, утверждает, что информацию используют только для продажи рекламы. После Москвы забеспокоился Санкт-Петербург, ведь доступ к интернету в питерской подземке обеспечивает тот же оператор. А популярные ресурсы стали рассказывать, какие меры можно принять, чтобы защитить свои данные, работая с публичным Wi-Fi. Вконтакте еще один ресурс, который вызывает вопросы и опасения. В этом году было несколько громких случаев, когда на пользователей сети заводили уголовные дела об экстремизме. Все из-за публикации на личных страничках. 23-летней жительнице Барнаула Марии Матузной даже пришлось уехать из России. На нее завели дело из-за картинок с мемами. В соцсетях даже появился призыв удалять аккаунты ВКонтакте в целях собственной безопасности. Актуальной стала инструкция по грамотному удалению страницы. Действительно, а как Яндекс.Такси используют данные пользователей? Как другие цифровые гиганты, даже не российские, пользуют данные, которые собирают, собственно, все время? Наверняка об этом мы сейчас просим у специалиста в области IT-безопасности Александра Литреева. Он с нами на прямой связи. Саша, здравствуйте. У меня к вам первый вопрос. А скажите, а вообще вот на ваш взгляд, если касаться Литвы и Яндекс.Такси, обоснованные вообще опасения у властей страны? Какие данные может сервис собирать? Знаете, здесь можно взять в общем не только Яндекс.Такси, а в принципе любой сервис, который предоставляет доступ к какому-то каршеринговому сервису или сервису такси. Все такие сервисы в любом случае имеют минимум информации. Это имя, фамилия пользователя, его номер телефона, скорее всего, а также частые адреса. Откуда этот человек выезжает и куда он чаще всего ездит. Вот, например, если человек отправляется каждый день из своего дома на работу и использует при этом Яндекс.Такси или Uber, например, который в России тоже Яндекс.Такси принадлежит, то со стороны сервиса сделать выводы об этом человеке можно вполне конкретные. Ну, что он ездит в конкретное место можно сделать. Какие еще выводы можно сделать? Да, вот. И исходя из тех мест, куда человек ездит, можно, в принципе, сделать какие-то выводы о его активности. Например, допустим, что какой-то политический деятель воспользовался сервисом Яндекс.Такси и проложил там маршрут, построил свой путь от своего дома до, не знаю, Министерства иностранных дел какого-нибудь государства или консульства какого-то государства. Очевидно, что этот человек имеет какие-то дела там. Это может использоваться для координации спецслужб, таких как ГРУ, для осуществления внешней разведки за пределами. Ого, так, серьезная угроза, Паша. Теперь давайте разберемся. Яндекс.Такси действительно отправляет данные в Россию? Серверы там находятся? Да, действительно так. Насколько мне известно, у Яндекс.Такси сервер находится на территории России. Это требование, в первую очередь, самого Роскомнадзора. У нас есть требование, что персональные данные пользователей российских сервисов должны храниться на территории России. Ну и, соответственно, Яндекс, исполняя эти требования, хранит все данные своих сервисов на территории нашей страны. А можно воспользоваться данными Яндекса без Яндекса? Ну, условно говоря, компания абсолютно чистоплотна. У нас нет каких оснований предполагать, что это не так пока. Да, абсолютно согласен. Может кто-то, ну просто чтобы было понятно нашим зрителям, может быть кто-то может, что называется, залезть без спроса? Скажем так, такая вероятность всегда есть. Но чтобы это произошло без того, чтобы это было обнаружено, это довольно сложная задача. Как можно сказать, всегда можно получить физический доступ к данным, к серверам. Если они находятся, например, на территории России, ничто не мешает нашим спецслужбам. Я понял, 30 секунд. Очень коротко. А американские сервисы собирают такую же информацию, отправляют в Америку? Да, нет? Да, скорее всего, это так. Да. И надо этого бояться, на ваш взгляд? На мой взгляд, нет. Почему? Вы, если не представляете никакой-то политической значимости, или вы просто обычный человек, я не думаю, что эти как-то данные могут быть использованы против вас. Понятно. Спасибо большое. Но выводы из вашего разговора наши зрители могут сделать сами. Спасибо большое, Александр Литреев, на связи со студентами в следующем времени. Все добро. 2% людей без паспортов попали в основном те, кто родился на ныне неподконтрольной Украине территориях, так называемых ЛНР и ДНР, и не получил свидетельство о рождении или не смог поменять паспорт после достижения 45 лет. Ирина Кононенко расспросила таких людей о том, как они обходятся без документов. Нина Ислямова из Крыма. Уже 4 года вынуждена работать и жить в Киеве нелегально. У нее нет удостоверения личности, паспорта, который дает право на бесплатное медицинское обслуживание, хорошо оплачиваемую работу, жилье. Здесь никого нет у меня, никого вообще. И туда я не могу попасть. Я болею сама, у меня сахарный диабет. И в больницу не могу нормально попасть. Везде паспорт просят, а мне нету, а где я им возьму. Иммиграционная служба вообще не хотела со мной разговаривать. Всегда сказали, говорили, что мы никакого отношения к вам не имеем и вы к нам. Нина до 1991 года с мужем и двумя сыновьями жила в Узбекистане. После развала СССР муж, крымский татарин, решил перебраться с семьей в Крым. Вскоре еще советский паспорт у Нины украли. О необходимости делать новый украинский не было. Так продолжалось до 2014 года. Сестре обещали паспорт. Сказали, сестра получит, после сестры вы получите. Сказали, что едьте в Киев, добивайтесь там. И мы с сестрой приехали. Сестра ходила тоже по своим делам, и она уехала, потому что у нее вид на жительство было. Ее запустили. А я выехать не смогла, потому что у меня не было ничего. Сейчас Нина работает нелегально посудомойкой в киевском кафе и снимает комнату в общежитии, где документов не просят. По оценкам Бюро демократических инициатив и прав человека ОБСЕ на 2017 год, каждый пятый житель Украины не имеет паспорта. В миграционной службе Украины с этим не согласны. Называют свои цифры. У нас зареєстровано в Украине 5,5 тысяч осіб без громадянства. Это те, что официально стоят на облику. Это процедуры, которые, власне, они очень непрості. С точки зрения того, что если человек не имеет никакого документа, это всегда сложная история, это сложный кейс. Она имеет свои причины, нет никаких загальних. В управлении Верховного комиссара ООН отмечают больше всего без документов представителей нацминшин. Людей, которые больше 20 лет не смогли поменять советский паспорт, бывших заключенных и внутренне перемещенных лиц Востока Украины или из Крыма. Люди, которые проживают на территории Украины нелегально, они продолжают здесь работать, потому что им нужно как-то существовать. Но, опять-таки, они не платят налоги. Люди, которые недокументированы, они для него не существуют. Соответственно, государство не может полноценно контролировать этих людей. И это уже вопрос защиты и безопасности страны. Геннадий Поляков четыре года пытается восстановить паспорт Украины. После освобождения из тюремного заключения в Черкасской области документы на руки не получил. Пенитенциарная служба его потеряла. Приговор Геннадию выносили в Волчевске. Там он и прописан. Сейчас это не под контроль на Украине территория. Они туда делают запрос, в это ЛНР, а им оттуда никто не присылает ответа. Все. И у них нет формы 1 или формы 13, как они там называют, я так и не понял, как это. Форма, по-моему, 13. И вот без этой формы они не могут сделать паспорт. Хотя я им объясняю, что у меня есть, есть у меня ксерокопия паспорта. Даже документы, подтверждающие, что я действительно родился. Свидетельство о рождении. Вернуться домой, где есть жилье и родные, без паспорта он не может. Вот я освободился. Вы мне говорите идти воровать опять? Или вы мне говорите опять обратно садиться в тюрьму? Ну, я так понимаю. Без документов я не могу сделать ничего. И вот замкнутый круг. Чтобы упростить жизнь людям без документов, в сентябре 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект. Он создает процедуру признания человека лицом без гражданства, несмотря на законность или незаконность его перебывания на территории Украины. Это позволит таким, как Инна и Геннадий, официально получать медицинскую помощь, работать и платить налоги государства. Пока закон проходит проверку в комитетах Верховной Рады. Насколько это затянется, никто не знает. А значит, жить в Украине в статусе людей без гражданства Инне и Геннадию предстоит еще как минимум несколько месяцев. Ирина Кононенко, Николай Квас, Настоящее Время, Киев. Ну и раз сегодня мы вспоминаем пятилетие начала Майдана, то уже через месяц наступит еще одна важная дата, очевидно. Пять лет со дня падения первого памятника Ленину. Начало так называемого Ленинопада. Протестующие на Майдане повалили Ильича на Бессарабской площади в Киеве в декабре 2013 года. Вот эти кадры. А через год после победы революции достоинства в 2015 году в Украине был принят закон о декоммунизации. Но вот в Одесской области, например, несмотря на принятый закон, начали наоборот реставрировать мавзолей Григория Котовского, хотя должны были его демонтировать. Большевик, четырежды герой Советского Союза, Котовский был одним из символов Октябрьской революции. Переворот, по-разному это называют. Реставрация его мавзолея вызвала негодование проукраинских активистов, которые считают Котовского красным палачом. Что же происходит в декоммунизированном городе Подольске? В репортаже Всеволода Нанева. В небольшом городе Подольск в Одесской области похоронен герой гражданской войны, член Реввойнсовета СССР Григорий Котовский. До принятия Украиной закона о декоммунизации в 2015 году городок носил имя знаменитого большевика. В честь легендарного персонажа советского фольклора здесь установили несколько памятников. Теперь все они убраны со своих постаментов. Тело революционера покоится в мавзолее. После убийства Котовского в 1925 году его тело забальзамировали. На всем постсоветском пространстве существует еще два подобных сооружения. Владимиру Ленину в Москве и Николаю Пирогову в селе Вишня под Винницей. В советское время к гробу Котовского водили экскурсии. После обретения Украиной независимости мавзолей Котовского находился в таком забвении, а последние несколько лет после принятия закона о декоммунизации склеп пребывал и вовсе в плачевном состоянии, его даже несколько раз затапливало. Местные власти сносить сооружение не спешили. Теперь же рабочие приводят мавзолей в порядок. Работы по восстановлению практически завершены. Вот тут грунтовая, она сама ушла. Подняли пол. Финансируется реставрация из местного бюджета. Власти города рассказывают. Планировали восстановить мемориал еще в 2014 году. Деньги выделили тогда же. Помешали события в Киеве, а затем закон о декоммунизации. Политическая ситуация в стране была такова, что много было мнений, много было суждений и так дальше. Несколько лет власти Подольска обращались за разъяснениями в Министерство культуры. Добились того, что Киев признал мавзолей могилой военачальника. Мы отримали 64 ответов, в которых четко конкретно написано. Склеп могила под закон о декоммунизации не подпадает. Некоторые местные жители довольны инициативой властей. Молодцы, если не разгромлят и сделают, то это очень будет хорошо. Это же для города, чтобы был музей. В запустении стоят. И очень печально было. Мы привыкли, что нас должен быть в Мавзолее Подольска. А вот проукраинские активисты радости этих жителей Подольска не разделяют. Можливо, эти люди, которые сегодня представлены в местной раде Подольска, будут прихильниками русского мира или радянской оккупации Украины. Активист Сергей Стерненко считает восстановление Мавзолея недопустимым. Убежден, это лишь повод для постепенного отказа от декоммунизации. Склеп Мавзолей Котовского – это споруда, существование которой сегодня можно тлумачить как поддержку радянской оккупации Украины. В 2016 году местные депутаты проголосовали за перезахоронение останков Котовского на городском кладбище. Но этот план так и не осуществили. Предложения о перезахоронении постоянно поступают из Молдовы, там Котовский родился, и из России, где сейчас живут его родственники. В Подольск, по словам властей, даже приезжал представитель внучки Красного комиссара. Она член Общественной палаты Москвы. Но этот вопрос должен решать Киев, а он пока никак не реагирует. Всеволоданане в настоящее время – Одесская область. Ну, кстати, примерно такие же страсти разгорелись прямо вот в наши дни в Светогорске Донецкой области, на территории подконтрольной Украине, кстати. Стоит памятник Артему, революционеру Сергееву, который построен в советское время знаменитым скульптором Кавалеридзе. И вот сейчас памятник начали реставрировать на областные деньги. Он не попадает под закон, под снос по закону о декоммунизации, потому что он признан памятником национального значения. Но вице-премьер-министр Украины об этом не знает. Он предложил Институт национальной памяти разобраться, почему реставрируют монумент. На это будет потрачено 388 тысяч гривен, кстати, из областного бюджета. А реставрируют Артема, художники из Донецкой области и Львова. А я, Тимур Олевский, вернусь завтра в студию, расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Здесь, в сельской местности, почти каждый знает, как что-то лечить. Адреналин? Если у меня болит зуб, я немного втираю лягушку вот сюда. Я лечу козью ножку, не с варенья из глаз. Тут есть несколько лекарей. Да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА